Доброе утро, мир! Доброе утро, мир! Доброе утро, люди, живущие в нём! 9.20, что-то пока я играла в Фейсбук, уже даже время пронеслось. Время, жду, чтобы вы присоединились, не так много времени у нас. Сегодня будем говорить о страхах, которые не проходят, которые, ну, там, прорабатывалось, раз в раз прорабатываются, и почему-то страх восстанавливается, почему-то страх остаётся, почему-то страх не уходит, сохраняется, не очень понятно почему, и возникает такое ощущение, как будто бы всё без толку. Вот, вижу, что вы присоединяетесь, присоединяется Инстаграм. Сегодня быстрее даже, чем Фейсбук собирается. Это прям радует, это меня, да, как-то обычно у меня Фейсбук гораздо быстрее, сегодня быстрее Инстаграм. Так, напишите, пожалуйста, доброе утро. Те, кто присоединяется, напишите, пожалуйста, доброе утро, мир! Доброе утро, люди! Будем двигаться и разбираться, что же… Ой, нос кешется, к чему бы это? Что же это за штука такая, страх, которая не прорабатывается? На самом деле, это один из ваших вопросов. В одном из эфиров, когда я говорю о том, что люди, пожалуйста, welcome, если у вас есть вопросы, о которых вы хотите поговорить, пишите, вы можете писать под комментарии, под постом, можно мне писать в директ, а можно писать в директ моему ассистенту Ольге Малевицкой, задавать свои вопросы, про эти вопросы мы будем с вами говорить. Так вот, один из вопросов было, что почему есть страхи, которые не прорабатываются? Вот прорабатываю, прорабатываю страхом, меняю какие-то установки, убеждения, а он почему-то сохраняется. Ну, собственно говоря, сегодня про это и будем говорить. И, в принципе, доброе утро, привет, Татьяна, доброе утро, мир, привет, Татьяна. Привет, Татьяна, Фейсбук, привет, Татьяна, вот Инстаграм, как-то сегодня вроде не Татьянин день, да, здорово всем много с Татьянами. Окей, поехали. Смотрите, с одной стороны, да, можно разбираться из серии, что первичное, яйцо либо курица, и один из вопросов, который, ну, сейчас уже есть чат ДНК-денег, да, проекты ДНК-денег, есть чат в Телеграме, несмотря на то, что это проект такого для самостоятельного изучения, но мы всё равно сделали отдельный чат, чтобы можно было задавать вопросы, и чтобы, ну, какая-то всё равно была поддержка участникам. Так вот, один из вопросов ещё дополнительного в чате ДНК-денег было, как проработать, ну, как, будут ли техники там работать со страхами, и что первично, да, страх порождает убеждения, либо убеждения порождают страх, поскольку, спасибо большое, Юля, поскольку, ну, из серии, да, курица либо яйцо, что раньше, есть страх, и этот страх формирует во мне какие-то ограничивающие, ну, во мне, в человеке, какие-то ограничивающие убеждения, либо наличие убеждений начинает формировать страх. И некоторые люди с этим путают, некоторые люди путаются, и не очень понятно, с какого бока, к какому страху поступиться. О страхах можно говорить о вреду фига, и каждый, простите за сленг, это, видимо, меня уже с утра несёт, и, в принципе, ну, разнообразие, да, огласите всё в меню, разнообразие, разнообразие страхов, ну, может впечатлять, да, страх отвержения, страх нехватки денег, страх нищеты, это причём разные вещи, да, страх успеха, страх неуспеха, страх старости, страх одиночества, страх отвержения уже говорила, да, страх охватки, страх потери любви, страх расставания, страх темноты, страх много-много. И каждый этот прекрасный страх по-своему оказывает влияние, каждый из этих страхов по-своему портит и отравляет жизнь. Есть действительно страхи, которые, в принципе, формируются на базе убеждений. Отдельно сделаю ещё, я много уже делала эфира про убеждения, сделаю ещё один про видный этап формирования убеждений и страхов. Так вот, есть гипнотические убеждения, гипнотические убеждения, которые мы получаем, которые люди получают, залетает в них в обход всей критики. Эти гипнотические убеждения, как правило, формируются в двух моментах. Либо в период, когда ребёнок верит, у ребёнка ещё нет несформированной способности подвергать критике, критического мышления ещё не сформировалось. И всё то, что в том периоде, это где-то до 3-4 лет, в периоде уже формирования силы, формирования воли, там уже начинает формироваться критическое мышление, и уже с этим чуть сложнее. В период, когда нет критического мышления, тогда всё, что залетает в ребёнка, становится его гипнотическим убеждением. Он в это верит слепо, он в это верит… Даже не возникает мысли, подвержена критика, подвержена сомнению, а так ли это на самом деле. Это действительно истина или это какой-то мультик, какой-то глюк. Это один момент, и гипнотические убеждения, они ещё залетают даже уже во взрослом возрасте, когда человек попадает в слепое пятно. Когда что-то происходит, и вы так останавливаете, и вы не можете найти объяснение этому. Это какой-то совершенно новый опыт. У нас же весь опыт у людей, он всегда, каждый последующий опыт опирается на опыт предыдущего. Я об этом говорила, буду ещё повторять. Каждый последующий опыт опирается на опыт предыдущего. Если опыт предыдущего, условно, со знаком «плюс», последующий будет со знаком «плюс». Если у предыдущих опыт со знаком «минус», последующий будет со знаком «минус». Собственно говоря, большая часть работы, психотехники, психотехнологии базируются именно на том, чтобы пойти в предыдущий опыт и поменять там знак. Если знак не поменян, то можно даже гадалкам не ходить, опыт будет отрицательный. Надо пойти в прошлое и поменять этот знак. И бывают иногда такие ситуации, когда человек попадает в ситуацию, когда нет опыта предыдущего, вот что-то там нет, чего-то там такого кирпичика не хватает. И человек в таком, знаете, вы становитесь такой, что это было? Как вопрос во Вселенную, вопрос в мир, вопрос, что это было? И вот в этом состоянии, что это было? Когда нет, как будто бы там провал в предыдущем опыте, такой новый опыт, сложно объяснимый. Вот в этом периоде вы попадаете в белое пятно, и вот в этом моменте то, что влетит, вот то становится гипнотическим убеждением. Гипнотические убеждения – это те убеждения, которые не подвергают, человек не подвергает критике. Это даже не основанные на опыте, потому что просто убеждение, основанное на опыте, оно подвергается некому анализу. Человек дотронулся до утюга, у него есть опыт. Я дотронулся до утюга – это больно. Я дотронулся до утюга – это больно. В этом моменте я понимаю, что ага, всё, я могу бояться утюга, утёк горячий. Света, проведи пример, что это было, не могу понять. Тань, они настолько разные у каждого, понимаешь, что примеры на самом деле сложные. Вот вспомни, ну не знаю, например, ты знаешь человека, да, там, 1507 лет, ну 1507 лет, понятно, да, что я вот говорю. Ты его знаешь много-много лет, и ты точно знаешь, что от него ожидать, и ты точно знаешь, вот прям, ну вот знаешь его до мозга костей. И тут этот человек проявляет себя каким-то совершенно, абсолютно непредсказуемым, с твоей точки зрения, да, нехарактерным для него опытом. Ты останавливаешься, это рвёт все твои шаблоны, все твои понимания, всё твоё знание. Никакой предыдущий опыт не соответствует, не может это как-то, ну да, дать кирпичик. Ты останавливаешься и такая, что это было? Да, вот какая-то ситуация, когда разрывают все шаблоны, совершенно не на что опереться. Я не знаю, НЛО увидеть, да, для кого-то. Ну вот, ну НЛО просто мы реже видим, наверное, чем люди, которые разрывают все наши шаблоны. Да, и вот эта вот некая ситуация, которая просто рвёт шаблоны, это может быть и в хорошем смысле, знаете, иногда это не обязательно в плохом. Это может быть и в хорошем смысле, когда вы останавливаетесь из серии «А что так можно было?» «А так бывает?», да, вот, аж, и вот это вот так бывает, а что так можно было? Что это было? Это вот момент, когда, когда ни один из кирпичиков предыдущего опыта не подходит, не может дать базового обоснования. И вот в этом периоде таком он длится недолго. Да, ну вот информация, которая зайдёт в этом состоянии, вот состояние, когда ваш мозг судорожно пытается найти какой-то кирпичик опыта прошлого, чтобы, ну, как-то объяснить это, как-то, да, вот, аж не хватает слов. Вот та информация, которая заходит в этом состоянии, когда человек находится в этом состоянии, в этом состоянии, да, вот так вот это становится гипнотическим убеждением. Это убеждение, которое человек не подверг критике, потому что в том состоянии у него критика была отключена. И это может быть даже во взрослом. Так абьюзерство начинается, когда вдруг принц или перицесса превращаются в друг чудовище. Да, и абьюзерство так начинается тоже. И абьюзерство, но это не только к абьюзерству относится. Это совершенно не только к абьюзерству относится. Это очень, ну, вот есть очень разные варианты, да. И это, как говорили про страх, вернусь к убеждению, да, перескочило к убеждению. Так вот, и впоследствии такие убеждения, да, могут формировать страхи. Гипнотические убеждения, убеждения, которые не были подвергнуты критике, которые основываются не на анализе опыта, они могут формировать страхи. И такие страхи могут прорабатываться на уровне работы с убеждением. То есть там можно работать не с самим страхом. Сам страх, на самом деле, в большинстве случаев это последствия чего-то, да. И когда вы работаете с убеждениями, вот этими вот гипнотическими убеждениями, когда вы начинаете снимать, да, разрушать вот этот вот морок этого гипнотического убеждения. Ещё раз, когда я говорю про гипнотическое убеждение, я не говорю о том, что вас специально кто-то околдовал, и что вам специально там, не знаю, морок какой-то навели. Нет. Я говорю про убеждения, которые зашли в сознание, в психику человека, не подвергнувшись критике. Окей? И страхи, которые вырастают, базируются на этом уровне убеждений, прорабатываются и могут прорабатываться, и успешно с этим справляются техники работы с убеждениями. Человек работает с убеждением, снимается, я эти техники на кассов грани денег, я эти техники даю разные, да, на ПДП, там вообще напихала всё, ПДП – это продаж для психологов, вообще напихала всего, чего можно. То есть это один уровень формирования страхов. Такие страхи, нужно понимать, какое убеждение за ним стоит, вернее, какое убеждение его сформировало, и за этим, работая с этим убеждением, можно нейтрализовать страх. Света, как мы приходим к тому, что в основе страха лежит гипнотическое убеждение? В разговоре, Татьяна, разговаривая, ища, да, а что будет, а что будет? И человек тебе просто выдаст это гипнотическое убеждение. Убеждение о чём? Можно дальше в примере прояснить, как это убеждение в том, чего раньше не было. Нет, Кать, не убеждение в том, чего раньше. Начинать надо со страха. Народ, приведите мне пример страха, который вас тревожит, может быть, успеем разобрать. Начинать надо со страха, да? Например, ну давайте, например. Например, страх выходить в эфир, да? Мне это близко, в смысле, мне не близко, у меня нет страха выходить в эфир. Или страх заявить о себе. У меня вчера в продаже для психологов был совершеннейший прорыв, когда, я сегодня буду писать об этом, когда девочка, ну девочка-коллега, да, в первый раз, в первый раз в своём профиле Инстаграм заявила о себе, о том, что она профессионал, о том, что она, то есть это был не просто профиль там какой-то девочки, да, а это стал, был профиль какой-то девочки, а стал профиль профессионала, педагога-логопеда, репетитора. И у неё долгое время был... Она мне разрешила про это говорить. Я письменно у неё спросила, можно ли там запостить, можно ли говорить, возможно, она меня сейчас смотрит. И был страх заявить о себе. Вот страх заявить о себе. Страх, что и дальше мы начинаем копать, и дальше мы начинаем разрывать. Почему был страх? Причём там страх до ужаса. Она писала, что я там колбасила, трясло, там коллапс был. Вообще не коллапс, катарсис, всё, всё вместе. Но она вчера смогла это сделать, да, по результатам. Страх заявить о себе. Страх сказать во всеуслышание о том, что я там классный специалист. Что за этим страхом может стоять? И дальше мы начинаем копать. За этим страхом стояло точное убеждение, точное гипнотическое убеждение. Был страх в том, что если я стану видимой, если я стану видимой, это будет, не знаю, меня засмеют, заклюют, заплюют и что-то в этом роде. И вот этот вот страх, что меня заклюют, засмеют, заклюют, да, он базировался на гипнотических убеждениях о том, что условно надо сидеть тихо и быть серой мышкой. Это как вариант. То есть мы идём со страха. Это в каждом случае, ну, вы каждый работаете со своими страхами. Это как пример. Вчера прорабатывала склейку «Есть деньги, нет денег». Это, да, это дуальность, а не склейка. Да? А, нет, «Есть деньги, склейку, ассоциацию», да, и увидела вдруг свой страх, что деньги – это опасность, неприятность, и можно вляпаться в очень неприятную историю. Там много недоверия. Татьяна, ну, как этот страх прорабатывает, ты знаешь, да, вот тебя-то есть в ведущих кэссов, есть Татьяна Хорошнова ведущая кэссов, поэтому я к ней, ну, к своей. У тебя точно есть техники, как с этим справляться. Так, страх сойти с ума и страх смерти проявился после первой панической атаки. А вот это уже, а вот это уже более глубокие страхи, и просто работа с убеждениями – это другой уровень страхов. Есть страхи, которые вот формируются, как я приводила сейчас пример, да, страхи, которые формируются на базе гипнотических убеждений. Это ограничивающие убеждения. В самом деле степени ограничивающих убеждений тоже есть совершенно разные. Так вот страхи, которые базируются на гипнотических убеждениях, они прорабатываются на уровне убеждений и на уровне тестирования реальности. Пока я с вами разговаривала, ещё кто-то присоединился к курсу ДНК денег, мне пришло сообщение. А вот страх смерти и страх сойти с ума – это совершенно другие страхи. И страх после первой панической атаки – это уже как последствия травмы. Это уже больше про… Есть страх смерти, с которым мы можем работать, а если это после панической атаки, то такие страхи, вот такой уровень страхов, он не проработается работой с убеждением. Вот это вот спасибо, Татьяна, за пример. Такой уровень страха не проработается техникой работы с убеждениями и не проработается техникой работы со страхами. Потому что есть ещё, например, одна техника работы со страхами. Это, кстати, вчера я её упоминала, это ассоциированная визуализация. В ассоциированную визуализацию. Диссоциированная визуализация – это техника работы с целями. А ассоциированная визуализация – это техника работы со страхами. Это как прививка от реализации. Не буду вас сейчас туда везти, не поведу. Делать её можно только в сопровождении специалистов. Я не рискую рекомендовать вам её делать самостоятельно. Но можно через ассоциированную визуализацию прожить этот страх, найти в нём ресурсы, найти в нём пользу, найти в нём тысячи один выходов и таким образом с этим страхом справиться. Есть такая техника работы со страхом. Есть страхи, которые вырастают на фоне травмы. Вот этот момент важно понимать. Если страх вырастает на фоне травмы, то работать с ним нужно на том уровне, на котором он создался, на котором он возник. Если страх на фоне травмы, вот то, что написала Татьяна, страх с ума и страх смерти, если он появляется после первой панической атаки, если имеет место быть панические атаки, то это ближе к посттравматическим, давайте назовём это последствиями, посттравма. Причём травма может быть в раннем, в детстве. Травма может быть шоковой. И там нужно работать отдельно с травмой, как последствия шоковых травм. В СД – это последствия шоковых травм, панические атаки – это последствия шоковых травм. В СД – это сосудистая дистония, да? Это ПТСР, это посттравматические расстройства, проявления посттравмы. Панические атаки – это проявления посттравмы. И вот эти вот страх сойти с ума и страх смерти, появляющиеся после панических атак, обычными техниками работы со страхами не возьмут. Ну, извините, но вот здесь надо работать с травмой. Здесь нужно, знаете, я очень люблю и очень хочу, и когда-то у меня была такая большая идея о том, что вот, изобрести какую-то такую технику, чтобы вот все страхи так щёлк. И это было в начале моей карьеры, потом я поняла, что некоторые вещи нельзя просто вот щёлк, да, нужно идти и работать, и это в теле, и это в теле. И есть ещё один вид, да, страхов, который основан на опыте. Ещё раз, с каждым конкретным страхом, конечно, нужно разбираться, но если вы работаете со страхом и понимаете, что вы приходите к убеждению, расщёлкнув убеждения, вы можете расщёлкнуть, да, убрать эти страхи. Если вы идёте в страхи и понимаете, что это основывается на травме, проработав травму, эти страхи нейтрализуются. Эти страхи нейтрализуются. В 4 года укусила собака и в 13 лет поставили диагноз ВСД. Ну, Татьяна, да, Тань, это оно, это посттравма. И если уже в 13 лет поставили ВСД, то там, конечно, со временем этот клубок только наворачивается, нужно работать вот с теми, возможно, с теми 4 годами, когда укусила собака, возможно, с этим периодом возрастным надо работать, возможно, там ещё есть. Ну, шоковая травма, не собиралась про неё сейчас говорить особо, но шоковая травма имеет такую особенность, если появляется, не если, а когда появляется одна, если появляется одна, то я тоже так сказала, она и целый механизм, я, может, сделаю, если вам будет интересно, напишите, я сделаю эфир, описывая механизм развития шоковой травмы, да. Если появляется одна, она начинает как будто бы клубком, как снежный ком разворачивать и создавать в жизни человека повторы шоковой травмы. То есть если есть одна шоковая травма, ну, смотря в каком возрасте, конечно, да, но она может, ну, как бы повторяться с разными декорациями, с разными даже участниками, с разными, Катя, я тебя сейчас укушу, любя, конечно, но я механизм вам рассказывала, вот тебе я рассказывала механизм, я повторю его, если надо, на ближайшие наши встречи. Да, это так на своей шкуре испытала, да, Гринета, она начинает накручивать, там не одна тогда шоковая, а целый ряд, целый ряд шоковых травм, ну, то есть их несколько становится, просто потому что есть там, есть механизм, как это проявляется, да, как она создаётся. Окей, отходим от шоковой травмы, да, и есть большой-большой пласт страхов, большой пласт страхов, который сводится к двум, по большому счёту сводится всего к двум, даже к одному, но всё-таки к двум. Это то, что сводится к страх смерти, но страх смерти, если ещё не было вот шоковой, да, страх смерти, с которым человек, в принципе, ну, может как-то совладать. Как может совладать? Двумя простыми вопросами. Вот вы, там, я боюсь проявиться, например, я боюсь, там, написать о себе пост, я боюсь, что засмеют, и вы задаёте себе вопрос, начинается этот страх смерти, а что произойдёт? А меня засмеют, а что тогда? А если тебя засмеют, что ты будешь делать? У меня такое ощущение, что я умру. И вот в этом случае помогают два простых вопроса. Да, я не говорю про страх смерти, который связан с панической атакой. Я говорю про вот этот вот страх, когда там страшно сказать, мне кажется, что я умру. Если меня сейчас отвергнут, мне кажется, что я умру. Если этот страх смерти, он убеждениями не сработает, да, не справит, ну, не возьмёт его технику работы с убеждениями. И техника работы со страхами может даже не взяться, потому что там чуть-чуть другой контекст, там возрастная перепутка. Там возрастная перепутка, потому что этот страх, что мне кажется, что я сейчас умру, он идёт из очень раннего возраста, когда отвержение ребёнка родителям было равносильно, боль была такая, что было равносильно смерти. И вот этот страх, а мне кажется, что я умру, это перепутка возраста. И здесь тогда имеет смысл задать два вопроса. Я вам про них уже рассказывала. Если кто-то помнит, что это за вопрос, то напишите. Да, просто можно написать «помню». Это вопрос, а сколько мне лет сейчас на самом… То есть на сколько лет я себя чувствую сейчас? Вот когда мне кажется, что если я сейчас напишу, что я там специалист, то мне кажется, что меня сейчас засмеют, и я умру. Да, не выдержу этого. На сколько лет я себя чувствую, когда мне это кажется? И вы получите ответ достаточно раннего возрастного периода. Второй вопрос. Сколько мне лет на самом деле? Третий вопрос. Третий вопрос. А я правда физически умру? Ну вот если мы не сейчас там, да, мне кажется, что мне три года, но мне на самом деле 41, мне 41 год. А я правда умру? И тогда приходит опыт, что нет. Вот эти три вопроса прямо необходимо, чтобы… Ну, помню, вот пишет Татьяна. А если страх боли? Вот, а вот это следующий страх. Да, да, точка ри, не знаю, как вас по-другому называют, точка ри. Прям, да, занятный такой. А если страх боли, а не смерти, как раз того, что боль будет бесконечной, смерть не настанет. Так вот, страх боли – это второй страх Вика. Да, ага, очень приятно, Алика. А то мы с вами общаться, даже общались в переписке. И вы в группе у меня, насколько я помню. Если я не ошибаюсь, то ж могу ошибаться, но мало шансов, что я ошибаюсь. Да, а вот как зовут, я, по-моему, даже не спрашивала. Так вот, второй страх, причём на самом деле самый большой. И именно на этом страхе строится большинство ограничений, большинство сложностей, большинство отказов от ресурсов, от целей, от счастья, от жизни, от многого чего. Это страх боли. Большинство от всех остальных страхов строятся на страхе боли. И именно поэтому не уходят, потому что есть страх боли. А вот со страхом боли работает с двумя способами. Один из способов со страхом боли, да, если вот этот вот страх, да, бесконечной боли и страх, что смерть не настанет, то здесь вот именно если страх, что смерть не настанет, то тоже есть такая точка, ну, точка оговорки, да. Вики не любят боли. Я тебе больше скажу, Виктория, и Светы боли не любят. И Светы, ну уж не знаю, как Светы, но я точно не люблю боль. Да, и мне очень хорошо знаком страх боли прям во всей, во всей красе и вариациях. Причём, когда мы говорим про страх боли, когда я говорю про страх боли, я говорю не про только физическую боль. Я говорю страх боли и физической, и, ну, эмоциональной, да. То есть это не только физическая боль, ну, в моём случае. Так вот, если там есть такая, и Таня, вот, слушай, а напишите, кто ещё страхи, кто ещё не любит? Особенно душевный, Грина эта присоединяется к нам. Напишите, кто ещё, вот кому ещё прям, ну, свойственна вот эта история про страх боли. На самом деле, вот Светлана пишет, точно не любят Светы, да. На самом деле, ещё раз, смотрите, прекрасное. Страх боли, на нём строятся почти все остальные. Страх отвержения – это тоже страх боли. Страх врачей – это страх боли. Страх, что засмеют – это страх боли. Ну, то есть страх нищеты, страх бедности, страх – это всё страх боли. За всем за этим. Потом уж там может быть страх смерти. Так вот, если там есть история, что боль будет бесконечной, и смерть не настанет, это чуть отдельная история, это тоже история из шока, да, потому что когда такая есть шоковая травма, некая часть человека продолжает жить в этой травме. Даже если человек, ну, как будто бы, как будто бы вышел уже из травмы, как будто бы живёт дальше, какая-то часть его живёт в бесконечной боли. И вот этот момент, если есть, это оговорка, это важно. Сейчас поговорим про другое. Если есть вот этот момент, что боюсь боли, не просто потому, что боюсь боли, а потому что боль будет бесконечна, и смерть не настанет. Это про то, что есть какая-то часть человека, который продолжает жить в боли, в этой бесконечной боли, и не может выйти оттуда. Как раз страх отвержения про боль. Раз страх отвержения про боль, то и Катя не любит боли. Боюсь стоматологов. Да, Таня, я тоже боюсь стоматологов. Не поверите. Поэтому у меня уже двухлетняя эпопея со стоматологами продолжается, и в ближайшие ещё полгода будет продолжаться. Два года я их продолжаю. И хожу к ним, и боюсь. Боюсь и хожу. Да, очень от многого отказываемся, потому что есть боль в потенциале. И да, прямо лучше умереть, чем испытывать боль. Да. И это по отношению ко всему, включая своё здоровье. И это реакция, это последствия травмы. Могу, ну я не знаю вашей личной истории, мне ещё, вероятно, предстоит её узнать. А могу предположить травму, могу пофантазировать, что может быть вообще травма медицинского насилия. Ну плюс там, не знаю. У меня, например, одна из травм была, это когда ставили банки. Вот знаете, кому ставили банки? Напишите. У нас-то по совсем пару минут, сейчас будут уже подождены психологов. Сейчас расскажу, что с этим делать. А он мятежно ищет боли, как будто в боли есть покой, Лермонтов, да. Да, на шоковой в сентябре, да, узнаю я в ноябре вашу личную историю чуть раньше. Вот для меня банки были когда-то шоковые. Шоковые. Потому что когда ставили банки, для меня это было настолько безумно страшно. Вот этот вот фитиль, пылающий огнём, ну просто представьте себе, да, там 3-4 годика ребёнку, встать невозможно, потому что по шее гребёшь. Да, да, лучше умереть, чем терпеть боль. Да, на этом многие на самом деле умирают. И вот этот длинный, у моей мамы был такой, знаете, длинная такая проволока, загнутая с ватой на конце, она махала её в спирт, или во что-то там она её махала, махала, поджигала, то есть это был огонь, реальный огонь. Я не знаю, как ставили вам банки. И подносилась эта банка в банку огонь, и сразу нацел. Этот огонь пылал возле моей спины. Это было настолько невыносимо страшно, и невозможно же от этого убежать, невозможно же было, да, и вот в этом месте появляется очень большое, ну там у меня ещё другие варианты медицинского насилия было, не зря я работаю с этой темой, да. Мне несколько лет подряд ставили. Было страшно каждый раз, жутко страшно. Просто, ну, моим, у меня двое живых, слава богу, детей, ни разу я не поставила банки от слова совсем, потому что это какое-то вообще просто, ну, издевательство. Ставили так же, и мне сам, Андрей, ну ты вообще, ты не показатель, Андрей. Шучу просто потому, что знаю хорошо, Андрей. Окей, ещё раз, если есть оговорка, блин, тысяч часов, сейчас буду бежать на продажу психологов. Если есть оговорка, что вот этот вот страх да боль, лучше умереть, чем терпеть боль, страх боли, что она будет нескончаема, и смерть не наступит, это отсылка в травму, в шоковую травму. Хуже, ну, я же говорю, медицинское насилие, оно прям пахнет. Хуже было, когда под банки ставили кровопускание. Да, это ещё и хуже. Ну, у меня там, понимаете, вот это вот запах, ну, запах, да, метафорический, это про банки. Уже признан этот мед неэффективен. Ну, если он, может быть, и 350 миллиард раз и был неэффективен, но те, кто его прошли, последствия его несут до сих пор, пока не проработали. Да, и вот это вот следствие шоковой травмы, следствие медицинского насилия. Это работает с шоковой травмой. Ни одна другая техника не возьмёт всю глубину, потому что это сидит глубоко в теле. При этом есть другой формат, да, когда вот страх-боль. Видимо, про страх-боли надо говорить отдельно. И когда вы… Я это сделала просто простой штукой в ДНК денег. Я поставила технику, которая обманывает опыт. Проработать это одно, да, но есть этот страх-боли, а в этот страх-боли он лишает человека гигантского ресурса. Андрей, пожалуйста, смотришь на меня, традиционно напиши, если я на две минуты задержусь, что сейчас всё будет. Я параллельно начну готовить ссылку в ПДП, да. Когда есть у человека страх-боли? По сути, ещё раз, практически все страхи базируются на страхе боли. Огромное количество страхов базируются на страхе боли. Из-за этого страха люди лишают себя ресурса. И если это вот то, о чём мы только что говорили, вы знаете про себя такие истории, истории медицинского насилия, это работать с травмой. Это работать с травмой. Если вот прям полностью проработать этот страх боли, это работать с травмой. Но если вы ловите себя на том, что вы как будто бы не можете двигаться дальше в сеть, в сеть, вы просите, дальше к целям, как будто бы вас что-то останавливает. Вот эти страхи есть, можно определить. Я думала, мы успеем с вами сделать сегодня архив телесной памяти. Мне недавно делала его с вами. Есть инструменты, которые позволяют обмануть, обмануть опыт и перестроить внутри себя опыт в контексте одной цели, в контексте какой-то конкретной цели. Перестроить внутри себя опыт так, чтобы поменять этот плюсик. Я эту технику дала и давала в продажи для психологов. Кстати, народ, это у вас было. И в продажи для психолога и в ДНК денег. Как это делается? Вы находите, ну буквально спрашиваете, буквально спрашиваете себя. Я там не могу достигнутой цели. Почему? Потому что там боюсь того-то, того-то. Когда я в детстве заканчиваю, заканчиваю, когда я в детстве отказался от реализации цели по той же причине. Вы будете вспоминать какую-то конкретную ситуацию. Вот эти ситуации отдельным образом нужно прорабатывать. Я не успеваю вам сейчас дать, как-то я сильно увлеклась, не успеваю вам сейчас дать технику перепрошивки. Техника, полный формат техники перепрошивки, он в ДНК денег лежит для того, чтобы это не проработка страха боли. Ещё раз, это не проработка страха боли. Проработка страха боли, если там есть, ещё раз, если там есть травма медицинского насилия, то проработка страха боли – это работа с травмой. А вот перепрошивка этого страха, чтобы он не мешал двигаться к цели, каждый раз вы получаете отсылку к конкретной ситуации, где вспоминаете, найдите, пожалуйста, эфир, либо вспоминаете технику архив телесной памяти. Почему я не могу достигнуть цели? Потому-то, когда я из-за аналогичной состояния в детстве отказался от реализации цели, вспомнили эту ситуацию, и любым способом, которым я давала, либо которые, потому что я давала разные, и крутилки, я делила с вами крутилки, и работа с убеждением, перепрошивка боли, и перекодировка страха. Вот любыми из тех способов, которые вы помните, которые я давала, прорабатывайте эту ситуацию. В ДНК денег там лежит массивная очень техника, которая полностью перестраивает, ну, полностью перестраивает знак опыта. И тогда последующий опыт начинает опираться положительный опыт и позволяет двигаться дальше. Фурунклы резали, сейчас люблю выдавливать. Это такая штука, сейчас буду с вами прощаться, такая штука, когда я лучше сделаю это сам. Это бессознательно, я лучше сделаю это сам. То есть боль проще причинить себе самой. Я так себе уши прокалывала. То есть уши себе прокалывала я сама. Мне было проще, это был, на самом деле, мучительный, музыкистический совершенно, видимо, процесс. Но мне было менее страшно. Да, мне было проще это сделать себе самой, чем подпустить к своему телу кого-то. Вот это вот одна из таких штук, да, что я это буду делать сама. Это неосознаваемый механизм, что я это буду делать сама, да, но не подпущу кого-то к своему телу. Окей, прекрасно. Встречаемся с вами завтра. Сейчас уже буду вести, взрывать мозг коллегам на курсе «Продаж для психологов». Подчёркиваю, резюмирую то, о чём мы говорили. Есть три уровня страха. Три уровня даже, да, три уровня формирования страхов. И некоторые страхи не прорабатываются, если вы пытаетесь проработать их не на том уровне, на котором он сформировался. Не на том уровне, на котором он сформировался. Если страх сформировался на уровне гипнотических убеждений, работаем с гипнотическими убеждениями, страх уходит. Если страх сформировался на уровне травмы, никакие гипнотические убеждения его не возьмут. Никакие проработки со страхом, если он в теле зафиксирован, никакие, ну, это просто не сработает. И это то, что сбивает вас с толку и говорит, что, да, говорит, что, ну, ничего не помогает. Потому что там страх срабатывает вообще как механизм безопасности. Если вам нужно не просто проработать страх, а вам нужно просто сделать так, чтобы этот страх не мешал вам реализации цели, делайте упражнение «Архив телесной памяти», я вам его давала, и прорабатывайте те ситуации, которые вам это упражнение даёт. Я с вами прощаюсь до завтра. Я с вами прощаюсь до завтра. Завтра мы, по-моему, будем говорить про ревность, по-моему. Это тоже один из ваших вопросов. Запланируйте быть завтра в 9.20, может быть, даже раньше получится завтра выйти в эфир. Говорим с вами про ревность. Для тех, кому интересно вот этот механизм, когда вы не идёте в глубокую проработку травмы, но делайте так, чтобы предыдущие события становились опорой для достижения реализации цели, welcome, напишите мне, либо напишите Ольге Малевицкой, мы добавим вас в чат проекта «ДНК денег». Стоит это, ну, прям совсем, ну, как по мне, прям совсем недорого. И там будут мощные техники, включая технику адаптации предыдущего опыта под реализацию будущей цели. Я слишком сильно с вами задержалась. Люблю вас, вам хорошего дня. Пока-пока, до завтра. Завтра жду вас, запланируйте быть.